Девушки отдыхают Кластер «Сопка» — это 193 гектара земли, 4 здания общей площадью 43 тысячи квадратных метров, 6 трасс, каждая для отдельной дисциплины, 4 подъемника, трибуны на 3000 зрителей, подземная парковка на 200 машин, раздевалки на 500 спортсменов и 5 крытых спортивных залов. Halfpipe в переводе с английского означает «половина трубы». Спортсмены разгоняются в огромном снежном жёлобе, чтобы взлететь над его стенками и выполнить в воздухе трюк. И это только одна из шести трасс «Сопки». Вот бугристый склон для могула, вот пирамиды и перила для слоуп-стайла, а это головокружительный параллельный слалом. Есть трамплины для акробатики на лыжах и сноуборде и, конечно, крутые виражи для захватывающего скоростного скейкросса. Не то, что в России таких комплексов нет, но и как приезжают технические делегаты Международной Федерации ФИС, говорят о том, что в мире подобных комплексов мало, где, например, по виду спорта, фристайл, все шесть олимпийских дисциплин, круглогодичный тренировочный процесс, соревновательный процесс в рамках одного комплекса можно проводить. И это, считаю, что очень дорогого стоит. Ближайшие испытания сопки – универсиада, а после она станет базой для подготовки сборной страны к Олимпийским играм. Уже ведутся переговоры о том, чтобы проводить тут этапы Кубка мира и первенства мира по фристайлу. И это еще далеко не все. Почему у нас кластерный подход? Мы кроме профилей трасс, которые вы сейчас видите, их подготовкой, кроме самого склона, мы имеем еще три уникальных спортивных комплекса. СТБ Снежная, СТБ Фристайл, МФК Сопка, где в круглогодичном режиме можем обеспечить проведение тренировочного процесса, а также создать комфортные условия для горожан, которые могут абсолютно спокойно прийти. Зимой покататься на лыжах не на всех трассах, а летом прийти в тренажерный зал, в универсальный зал, в зал акробатики и получить удовольствие от здорового образа жизни. Универсальный зал центра используют для баскетбола, волейбола и мини-футбола. На стенах и потолке специальное звукопоглощающее покрытие, чтобы вести отсюда качественные телетрансляции. Акробатический зал оборудован для занятий гимнастикой, единоборствами, спортивными танцами и, разумеется, для тренировок самих лыжников и сноубордистов. Перед тем, как выйти на заснеженную трассу, фристайлисты репетируют свои трюки здесь, в батутном зале, и заодно отрабатывают приземление в снег. Отдельная гордость кластера «Сопка» — центр восстановительной медицины. Тут есть сенсорная беговая дорожка. С ее помощью эксперты могут корректировать технику спортсмена. Специальная комната, которая готовит атлетов к соревнованиям в разных климатических зонах. Кабинет роботизированной терапии. Тут восстанавливаются после травм. Безопасно разрабатывают коленные суставы и мышцы спины. Возвращают четкую координацию движений. После универсиады всем этим смогут пользоваться не только спортсмены, но и другие жители края. Мария Антюшева, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.